Друзья, всем привет и я вам хочу сказать огромное спасибо за огромную поддержку в предыдущем ролике. Мы умудрились с вами набрать 7000 лайков и почти столько же комментариев. Это очень много, правда, вот ради, ради всего святого это очень много. У меня сегодня такое хорошее настроение, потому что в этом видео я не хочу грустить, как в предыдущем. Я не хочу давать людям плохое настроение, да и это ни к чему. Сегодня мы посмотрим с вами канал LED Pets и конкретно видео про хомяка Джерри, когда он был еще жив. И я не хочу, чтобы в этом видео мы грустили, я хочу, чтобы все улыбались и все было нормально. Давайте ради LED, ради канала LED Pets, ради хомячка Джерри наберем 2000 лайков. Сможем ли мы это сделать? Давайте проверим. Также, если ты пришел с канала LED, то таки напиши в комментариях, я от LED или я от LED Pets, или просто напиши привет, мне будет приятно. Я читаю все комментарии. Честно сказать, я давно не смотрел LED и мне просто приятно вернуться на ее канал и просто в ее творчество. Это очень круто. Давайте посмотрим видео. Видео начинается сразу, блин, с Джерри, обожаю. А, здесь, здесь, здесь у нее вообще все питомцы, вы представляете? Улитки у нее еще есть и кроли. Аааа. Всем привет, я LED, и со мной мои питомцы. Блин. Да. Я хочу посмотреть просто, как это было классно в то время, когда хомяк был еще с нами. И, кролик просто огромный. Уже подписались. Угу. Подожди, там шерсть. Это от питомцев такая? Или мне кажется? А, это, видимо, просто... Это корм. По-моему, да? Для кролика. Ааа. Это пакетик для шерсти. И Джина здесь еще... Это было, по-моему, год назад, да, если не ошибаюсь? И Джина-то здесь еще молодая, как бы, маленькая такая бегает. Джинка готова, и я тоже готова. Начинаю ее вычесывать. Давай посмотрим, сколько уже получилось. У меня есть такая штука для кошки. И после каждой, ну, мойки, да, кошки, я ее вычесываю. И там столько шерсти. Просто представляете? Но у меня другая, не такая. Да. Моя кошка-то очень не любит, и поэтому такое себе. Конечно, у фурминатора не как обычная расческа, просто расчесывается. А, ну... Иногда зацепляет волосики, но именно те, которые уже отвершие, так сказать. И собака это, конечно, чувствует. Просто, понимаете, порода вот эта, порода Джина, да, они гладкоршерстные. Но их тоже нужно вычесывать, потому что все-таки все-все линяют. Это жаско. Жёстко. Жёстко. Я больше всего хочу увидеть, как роликовый... Блин, какой он классный. Эльза. Хорошо, я запомнил. Я запомнил. Всё. Мало. Моя кошка вообще пипец, как линяют, и поэтому там просто вот такой комок шерсти появляется. Появляются. У меня есть целых два прибора. Один фурминатор, другая расческа. А-а-а. Есть какие-то, ну, зараживающиеся колбулы, то лучше всего их расчесывать обычной расческой. Ну, а для профилактики уже колдунов, да, стоит использовать фурминатор. Начнём с расчески. Фурминатор. Я даже таких слов-то не знаю. Хорошо. О. На самом деле, я никогда не держал кроликов, как бы, ну, дома. Это, 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 это странно. Не знаю. Просто для города, да, для города это странно. Вот для каких-то сельских поселений, да, дачных, это в порядке вещей. У кроликов такая богатая шерсть, что если её не расчесывать, колдуны просто обеспечены. Колдуны. Давайте посмотрим, что сейчас соберёт фурминатор. Ну, у него, я думаю, дофига просто. Интересно, а как линяет? Смотрите, какой подшерсток. Ну, это больше, это уже больше, чем у Джина. То есть тот, который уже как бы выпал, но просто запутался в общей шерсти и... Это, кстати, кайфово, вот вычесывать, да, вот я по себе. Я знаю, это, это прикольно. Обожаю. О, боже. Какие глазки у неё. Топак? Вау. Ну, у моей кошки почти так же. То есть, я говорю, очень большой. Господи, они вторые собаки. Эти, эти кроли, они очень странные. Как по мне, они очень странные. О, а что, а что с ней случилось? Не пиши, пиши, в комментариях. Что, что с ней? Я просто не шарю в этих операциях, и что, что нужно сделать, да, это стерилизование, по-моему, да? Пошло время ещё и покормить, Эльзачку. Вот такой корни купила. Ещё отдельный корн для них. Нет. Да нет. Я не верю. Вау. Выглядит это как, ну, обычные такие зелёные гранулы. Пахнет приятно. Они, понимаете, они сочетание кошек и собак. Хорошо, я хочу увидеть момент про хомячка. Хомячка. Я хочу... О, хомячок. Вау. А, это улитка. Господи, его перепутал. Да, возможно. Ну, в общем-то, вот этот домик, да, он огромный. Он для Джерри был огромным. Господи, какой он классный. Вау. Не, он... Он очень классный. Блин, у меня даже такой хомяк не был классным, как он. Тупкишки. У меня почти такой же корм. Да, у меня... Ну, мне такой же корм. Я тоже ему давал эти огурцы. Это огурцы и салат. Да, да, да. Еще помидоры ему давал и так далее. То есть, они, по сути, всё едят. Он настолько тол... Он толстый. Это щеки у него такие толстые. Вау. Да, нашел мисечку. Ура, ура, ура. Ура, куда? Мупер садится. Ага. Рядышком я положила немножко листьев салата и огурчиков. Он тоже это любит. Ай, какой он классный. Блин. Именно в той мисечке. Он прям залез в неё. Нет, мой хомяк просто... Да, да. Он там сидит. Не, мой... Не, мой... Мой... Мой ел, как интеллигентный человек. Как бы просто из миски. И всё. Вау. Не, реально, я чё-то пропустил. Чё-то пропустил я. Что это за домик? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Что... Что вот... Что... Что это? До потолка. И мне пришла в голову мысль, что будет, если я буду по чуть-чуть, постепенно вынимать из основания этой башни... Он падёт. Он падёт. Ну вот, например, отсюда. Если вынуть отсюда, что же будет? Смотрите ролик на моём лайф-канале. Ааа, чёрт! Ладно. Дрессируем собаку перед гордением. Для дрессировки у меня есть баночка с лакомствами. А, здесь ещё дрессируют. Так что ручек аккуратно. Джины. Давай же выполнять командочки. Давайте посмотрим вот это и закончим, потому что, блин, я уже получил свою долю милоты. Что такое сигнал? Почему я говорю каждый раз хоп? Я не умею этот... Не, я не умею дрессировать, поэтому, если вы знаете, наверное, кто-то жарит, да, из вас в дрессировке? Я не шарю. Я не шарю в этой штоке, поэтому... Вот там ответ на этот вопрос есть. А, ну... Да, создавай свой сигнал. Это логично. Вау. Вау. Хо. Джина. Голос. Хо. Хорошо. Лежать. Оу. Хо. Нет. Хорошо. Джинка. Умри. Кладь на ловушку. Вау. Не, я... У меня... У меня мурашки пошли по телу. Я не могу. У меня мурашки пошли. Ой, умница, хорошая собака. Это дико милая. Джина. На носу. На носу держать. О, я знаю. Это самый сложный трюк, по-моему, да, вот именно для животных, потому что... Это самый сложный, потому что они... Некоторые не справляют с соблазном и съедают корм, так что... Научить этому очень сложно. У меня возбуждают аппетит, это видео. Наверное. Да и человек-то усваивает утром... Вообще, любые команды, если он пока не поест, там... Не сцеплина. Окей. О, таким получилось это видео. Я не хотел его делать каким-то злым, грустным, печальным. Я хотел его сделать веселым, и я надеюсь, у меня это получилось. Огромное спасибо за просмотр. Спасибо за лайки, комментарии, если вы поставили, написали. Огромное спасибо еще раз. Я правда ценю каждого. Читаю каждый комментарий, и просто... Вау. Просто я в шоке с вашей поддержкой. Как всегда, ссылки на ВКонтакте и на Инстаграм у меня в описании. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Если Antwort. Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы узнать, спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»